Урок правовой грамотности для лицеистов провели сотрудники городского управления ЗАГС. Ребятам рассказали о семейном законодательстве и о правах граждан в семье, о социальном равенстве не только. Всю информацию подкрепили жизненными примерами, цифрами и демонстрацией архивных материалов. Затем, как проходит урок ОБЖ, наблюдала наша съемочная группа. Когда человек появляется на свет, то полноправным гражданином своей страны он становится только после получения свидетельства о рождении. Да и браки, даже если они рождаются на небесах, то официальными становятся только после записи акта регистрации. Специалисты управления ЗАГС, их всего шесть, скрупулезно фиксируют все этапы жизни людей. Об этом сегодня рассказывают школьникам. Ребята с удовольствием посещают наши мероприятия, задают вопросы, интересуются такими темами, как создание семьи, ответственное материнство, детство, какие правовые последствия бывают после заключения брака, как грамотно расторгнуть брак. И все это мы проговариваем в рамках заявленных тем. Такой маленький крохотный вклад мы делаем для того, чтобы наша молодежь чувствовала себя, что она находится под защитой законов Приднестровской Молдавской Республики. Архив Бендерского ЗАГСа – один из самых старейших в республике. Хранит семейные истории с довоенных времен. Абсолютно все книги в полном порядке. И для эксклюзива покажу вам самую древнюю книгу нашего архива – 1933 года. Лицейсты узнали, какие существуют виды актовых записей, как выглядят сами документы, какие услуги можно получить в отделе ЗАГС. А еще получили много полезной информации, которую не найдешь в школьных учебниках. В общем, мне понравилась очень сильно аура такая романтичная, спокойная. И сегодня я узнал очень интересную и увидел очень интересную архивные записи 1933 года, где люди, не имеющие грамотности, ставили вместо подписей просто отпечаток пальца. Еще мы узнали, что девушки могут вступать в брак в 16 лет, а парни с 18 лет меня удивило. На уроках АБЖ нам рассказывали о браке, но рассказывали в общем. А тут мы узнали все подробно. И мне понравилось то, что нам показали все документы, как они выглядят, какие есть плюсы брака, какие, возможно, минусы есть. О расторжении брака рассказали, что тоже очень важно, ведь не у всех получается составить грамотный брак и успешный. Рассказали о рождении. И все это происходило в очень приятной осмосфере и было очень интересно. Конечно, как учителям мы рассказываем ребятам, но одно дело рассказываешь, другое дело они могут прямо окунуться в эту атмосферу. И понимаете, как учитель ОБЖ я работаю только с девочками. Ну так у нас. 10-11 класс идет разделение у мальчиков НВП. Но сегодня мы пришли всем классом, потому что это важный момент не только для девочек. Инициаторы мероприятия отметили неподдельный интерес к теме создания семьи как у девушек, так и у юношей. Такие занятия помогают формировать у молодого поколения правильное и серьезное отношение к институту семьи. То есть планирование семьи...